Привет! С вами Игромания, и вы смотрите нашу постоянную рубрику «Во что поиграть?». Все блокбастеры заболели коронавирусом и лежат в больничках, поэтому приходится бегать по улицам и отлавливать те игры, которые не успели от нас спрятаться. На этой неделе мы сражаемся с галактической эпидемией в ремастере культового шутера Halo 2, сажаем картошку в экономической стратегии Before We Live, гавкаем и виляем хвостом в симуляторе лисицы Spirit of the North, погибаем смертью храбрых в экшен-рогалике Arborea и учимся создавать идеальные комбо в еще одном рогалике Fury Unleashed. В отсутствие свежих блокбастеров приходится играть в хиты, что называется, второй свежести. Компания Microsoft наконец вспомнила, что на ПК тоже есть игроки, и решила выпустить здесь обновленную версию Halo. Все игры выходят в рамках сборника «Коллекция мастера Чифа», и на этой неделе он пополнился ремастером Halo 2. Из хороших новостей — игра шедевр. Ремастер тоже неплохой. Кроме улучшения графики, здесь серьезно увеличили сложность, чтобы ПК-бояре с мышками смогли как следует размять пальчики, раздавая хедшоты. Но есть и минус. Разработчики по-прежнему не удосужились сделать русскую локализацию. Даже в виде субтитров. Придется положиться на фанатов и ждать модов. Они уже перевели частично два первых ремастера. Надеемся, переведут и этот. А Microsoft за такую заботу об игроках делаем строгий выговор. Выпуская игру на шесть лет позже, стоит хотя бы привести ее в порядок. Следующая игра называется Before We Live. Игроку доверяют управление поселением людей, не умеющих абсолютно ничего, кроме выращивания картошки. Тут можно было бы заподозрить, что это злая политическая сатира на одну восточноевропейскую страну. Но нет. Мы специально проверили. Это просто совпадение. Перед нами весьма серьезная и амбициозная экономическая стратегия. Сначала игрок покоряет континент, затем строит корабли и осваивает всю планету. А под конец начинает летать на ракетах по всей Солнечной системе, пытаясь выжить на новых планетах. Казалось бы, типичная цивилизация. Даже игровое поле поделено на гексагоны. Но, как можно заметить, планетки тут крохотные, а враги отсутствуют. Поэтому в плане геймплея игра больше походит на градостроительный симулятор. Причем довольно казуальный. Несмотря на наличие сложных механик, запороть партию и проиграть у вас не получится. Первые оценки журналистов неоднозначные. Одни в восторге, другие не очень. А вот оценки игроков, увы, посмотреть негде, потому что игра — временный эксклюзив для магазина Epic Games. Побыв немного эксклюзивом для PS4, Адвенчура Spirit of the North вышла на ПК и Nintendo Switch. Если при виде геймплея вас посетило острое чувство дежавю, то вы такой не один. Да, это еще одна игра про лисицу, которая бегает туда-сюда за светящейся штуковиной и решает головоломки. Тем же самым мы и занимались в The First 3, в Lost Ember и наверняка где-то еще. Но уже на старте наш герой резко опережает конкурентов, потому что дает игрокам две уникальные способности. Во-первых, здесь можно гавкать. Во-вторых, вилять хвостом. Но очень скоро становится понятно, что на этом все преимущества заканчиваются. Как бы ни старалась игра походить на знаменитую Джорни, разница видна невооруженным глазом. Но это не значит, что она плохая. Просто не стоит ждать от нее откровений. Данный проект для тех, кому нужен просто приятный расслабляющий симулятор ходьбы с простыми головоломками. Игр в жанре рогаликов в последнее время развелось слишком много. Но Arboria отличается от них уже тем, что она не двухмерная, не пиксельная и даже не инди. Это очень любопытный экшен в стиле соулс-лайков с весьма необычным героем. А точнее, с полным его отсутствием. Играть придется за рядового монстра, живущего в подземном мире. Вас вызывает местный шаман и говорит, что священное дерево осквернили какие-то негодяи. Надо срочно спуститься в самый низ и навести порядок. Вы идете, сражаетесь и умираете. Тут-то и выясняется, что жизнь у вас была всего одна и умерли вы навсегда. Но это не проблема. Монстры плодовитые, недостатка в пушечном мясе нет. Шаман просто посылает еще одного воина. Потом еще и еще. И так до победного конца. По пути к цели избранные находят новые броню и оружие, а также накапливают мутации, улучшающие будущее поколение. Игра только вышла в ранний доступ, поэтому контента маловато. Например, сильно не хватает озвучки и разнообразия в локациях. Но даже в таком виде игра успела собрать немало положительных отзывов. И напоследок еще один рогалик. Fury Unleashed. Настоящая классика жанра. Двухмерная, яркая, хардкорная. Разве что разработчики сделали реверанс в сторону массовой аудитории, добавив аж четыре уровня сложности. И если вы криворукий казуал, ловите момент. Возможно, это единственный рогалик, который вы действительно сумеете пройти до конца. Впрочем, на низком уровне сложности вы рискуете пропустить главную фишку игры. Систему бесконечного комбо. Каждый убитый враг прибавляет герою сил. И если убивать без остановок, к концу уровня вы превратитесь в настоящую машину смерти, способную справиться с боссом. Но если промедлите всего несколько секунд, счетчик комбо обнулится и придется набирать его заново. Это мотивирует игроков на рисковый, максимально агрессивный геймплей. Игра была в раннем доступе три года и за это время набрала рейтинг в 90% положительных отзывов. Подоспела очередная порция халявы. В магазине Epic Games раздают головоломку Death Coming, в которой мы становимся самой смертью. Ну а теперь давайте узнаем, какие интересные скидки есть на этой неделе. Самое шикарное предложение сервиса Steam полная коллекция шутеров Call of Duty. И главное, стоит совсем недорого. Всего 20 тысяч рублей. Налетай, разбирай, как говорится. Также есть скидки и на отдельные игры от 35 до 75%. Менее чем за тысячу продают еще один супернабор ролевых стратегий Spellforce. И вот это уже, без шуток, отличное предложение. Одним из лидеров распродажи стала Red Dead Redemption 2. Базовую версию уценили всего на 20%, зато ультимативную сразу на 40%. Сейчас она стоит 2400 рублей. А на сдачу можно взять детективный экшен Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Его продают за 170 рублей. Это всего 10% от полной цены. В магазине GOG на этой неделе сразу две тематические распродажи зомби и постапокалипсис. Лидером зомби-секции стала Vampire The Masquerade Bloodlines за 230 рублей. И да, зомби там тоже есть, так что все правильно. На втором месте полное издание Dying Light за 400 рублей. На второй распродаже интересных предложений куда больше. Можно взять всю серию S.T.A.L.K.E.R. со скидкой в 70%. Например, S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля обойдется в 180 рублей. Самым популярным предложением здесь стала российская Atom RPG за 300 рублей. И немецкая ролевая игра Elex за 470. В магазине Sony новая распродажа под названием Неожиданные открытия. Здесь собраны хиты от небольших или малоизвестных студий. Ну, правда, есть исключения. На первом месте здесь шутер Control от финской студии Remedy, которую и маленькой, и малоизвестной назвать сложно. Игра подешевела вдвое и стоит 1750 рублей. За 1140 можно взять полное издание Life is Strange 2, а комплект из двух частей платформера Unravel обойдется в 660. Также в подборке есть необычный на консолях гость популярная на ПК-стратегия Stellaris. Со скидкой в 50% игра стоит 2150 рублей. В Microsoft на этой неделе избавляются от запасов гоночных экшенов. Есть буквально все, оптом и в розницу. Например, набор из всех игр серии Need for Speed от студии Ghost Games обойдется вам в 20 долларов. Почти столько же стоит специальное издание The Crew 2. Есть 30% скидка на Forza Horizon 4, но игра все равно стоит довольно дорого. Даже за стандартное издание придется выложить больше 40 баксов. Кроме гонок есть и другие интересные предложения. Можем порекомендовать Lifeless Planet за 5 долларов и Terraria за 6. Обе игры настоящие шедевры, которые никак нельзя пропустить. У Nintendo на этой неделе много интересных предложений, причем все, что нам приглянулось, имеет одинаковую скидку в 50%. Это, во-первых, отличный рогалик Hyper Light Drifter за 700 рублей и две детективных адвенчуры Black Sad за 1500 и Deadly Premonition Origins за 1100 с небольшим. Ну а для тех, кто устал ждать серьезных скидок на Зельду можем порекомендовать весьма неплохой клон Oceanhorn за 475 рублей. Конечно, до оригинала далеко, но многим нравится. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшие! субтитры и Продолжение следует...